Приветствую вас, мои дорогие попутчики по дороге к миллиону, в новом уже 2019 году. С прошлого года я с вами не встречался и поэтому уже успел соскучиться. Сегодня я продолжу разговор об оформлении ваших социальных сетей. Скажите, вы используете в ваших постах видеопрезентации? Вообще, нужна ли вам видеопрезентация? Это вопрос, который беспокоит не только меня, но и многих моих знакомых. Поскольку не всем известно, как она работает и насколько рентабельно тратить на нее финансовые средства. Для более полного понимания этого вопроса, давайте об этом и поговорим сегодня. И начнем мы рассмотрение этого вопроса с того, кому вообще нужна видеопрезентация. Конечно, первоочередное в этот список попадают люди, которые желают что-либо продать. И совершенно неважно, будут это корма для кошек или тренинги о том, как заработать много денег. Уходит на задние планы то, где планируется презентовать товар. На сайте производителя или на какой-либо выставке или в соцсети. Эффект от видеопрезентации по статистике значительно больше, в любом случае. Конечно, если видеопрезентация сделана профессионально. Если говорить в целом, то сфер применения у видеопрезентации очень много. Зачастую ролики используют на выставках, конференциях, кооперативных отчетах, при обучении словом, повсеместно, где речь идет о подаче информации. И тем более в социальной сети. В первую очередь, видеопрезентация требуется для рекламной цели. А теперь давайте поговорим о том, как работает видеопрезентация, и почему ее эффективность в несколько раз выше обычного текста. Да потому что приблизительно 90% от поступаемой нам информации мы воспринимаем визуально. Каждый из нас мыслит не цифрами, не буквами, а яркими картинками. И причем не статичными картинками, а подвижными картинками. Потому что это более привычно для нашего глаза. Именно поэтому видео и целостные изображения нами воспринимаются гораздо легче. А если вместе с грамотно составленной видеопрезентацией на суд зрителей будет предоставлен еще и грамотный продуманный текст, то успех такой презентации просто обеспечен. В качестве примера можно привести рекламные ролики по телевизору. Это те же самые видеопрезентации, пусть и в несколько другой форме, но основа у них та же, хороший текст и привлекательная видеокартинка. Именно так формируется мнение о рекламируемом товаре. Эффект рекламы, конечно, выше. И надо сказать, что продукт в любом случае раскупается, несмотря даже на то, что многих реклама по телевизору раздражает. Такие же дела обстоят с видеопрезентацией. Если подойти к ее созданию профессионально, то даже короткая презентация может стать эффективной для широкой аудитории. И сейчас я предлагаю вам посмотреть пример видеопрезентации, сделанной мной для канала «Ты хочешь стать миллионером». Смотрите, ищите канал на YouTube, подписывайтесь и будьте такими же богатыми, как герои этого канала. Желания действительно бывают разные. Ну, например, это могут быть пикантные желания. Дерзкие желания. Вина выпить. Заветные желания. Артистом хочу быть! Мечтаю! Всеобщие желания. Танцуют все! И индивидуальные. Пошью костюм с отливом. Или ялт. Материальные желания. Миллион! Миллиард! А лучше биллион! Ну, короче, так, чтоб до хрена! Нахальные желания. Кэмска волост! О, я! Фундаментальные желания. Имею желание купить дом. Традиционные. Сейчас спою. И нетрадиционные желания. Можно я у тебя поживу? Чего? Желания многолитие. Желаю, чтобы все. И даже абсурдные желания. Видите эту вилку? Ну? Хотите, я ее съем? Но самые лучшие желания те, которые исполняются. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Желаю вам исполнения ваших желаний. И счастливого вам Рождества! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok